МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внезапное появление из-за припаркованного автомобиля самая частая причина ДТП с участием детей во дворах. Такие аварии происходят в стране каждый год. И наш город не исключение. Как обезопасить своего ребенка во время прогулки? Что грозит водителю за наезд на пешехода во дворе? Шестилетняя Мирослава, выходя на улицу, всегда внимательно смотрит по сторонам. Несмотря на юный возраст, она уже знает, как опасно бывает переходить дорогу даже во дворе. Мама объяснила, как вести себя во дворе и пропускать машину. К летам опасности подстерегающие детей во дворах многократно возрастают. Практически каждый год в разных уголках России происходит резонансное ДТП с участием несовершеннолетних. Дети попадают под колеса автомобиля, выбегая из-за припаркованного транспорта, пытаясь догнать мяч или гоняя на самокатах. Подобные аварии случаются и в нашем городе. Проблема дворовых территорий у нас в городе существует давно. Вы помните, когда была перекрыта улица Семашка, вот только за одно лето на улице Московской и на улице Некрасова, на улице Семашка во дворовых территориях было зарегистрировано 5 ДТП с участием детей во дворовых территориях и жилых зонах. К счастью, обошлось без жертв. Дети отделались ушибами и небольшими телесными повреждениями. Чтобы предупредить подобные случаи, Александр Косенков просил родителей еще раз рассказать детям основные правила безопасных игр на улице. Призвал он к осторожности водителей. Необходимо водителям трижды бдительнее во дворовых территориях, потому что дворы наши забиты припаркованным автотранспортом и за любой машиной может выскочить как пешеход, так и велосипедист, так и лицо, управляющее самокатом. Водителю следует помнить о том, что в случае наезда на пешехода, даже если пострадавший ушел, сказав, что все хорошо, о случившемся необходимо сообщить дежурную часть ГИБДД. Жертва ДТП может обратиться в медицинское учреждение через несколько дней. Тогда водителю, уехавшему с места происшествия, грозит лишение прав или арест. Памятник Горькому в этом году на время уберут с пьедестала. Скульптура установлена в нашем городе в 1959 году. Ее изготовил за листовой меди скульптор Павел Кеник. Постамент выполнен по эскизу главного архитектора города. Раньше памятник располагался на Монастырской площади. В августе 2001 года его перенесли и установили перед дворцом детского творчества на проспекте Ленина. Сама скульптура до сих пор в хорошем состоянии, а вот фундамент пришел в негодность. Будут выполняться работы по устроению фундамента под памятником. Фундамент находится в неудовлетворительном состоянии и будет выполняться работа по замене фундамента. С сохранением самого памятника и гранитных плит, на которых он стоит. В ближайшее время подрядчик приступит к работам. Закончить ремонт должны до 30 сентября. Музей лицея номер 3 стал призером конкурса законодательного собрания Нижегородской области. Педагог Юрий Чеснов и его ученики представили проект, где рассказали об исторических событиях в жизни страны, участии детей и подростков в поисковой работе, обогащении экспозиции музея. Жюри присудило работе соровчан второе место. Также музей лицея номер 3 принимает участие в онлайн-конкурсе видеороликов Школьный музей Победы Нижегородской Кемерской области. Проголосовать за него может любой желающий. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Новый африканский штамм коронавируса зафиксирован в Сарове. Женщину, которой было обнаружено заболевание, не выезжала за пределы Нижегородской области. Об этом сообщила главный санитарный врач Сарова Ирина Игнатьева. Она отметила также, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19. Наиболее эффективный способ защититься от болезни – сделать прививку. В Сарове прививают спутник МВИ. Исследования показали, что начиная с 21 дня после первой дозы эффективность этой вакцины против тяжелых случаев составила 100%. То есть тяжело заболевших не было. Кроме того, в последнее время участились случаи нарушения масочного режима в торговых центрах. Горожанам напоминают, что соответствующий указ губернатора Нижегородской области по-прежнему действует. Граждан без маски могут привлечь к административной ответственности. Правительство расширит период отдыха детей в лагерях, за которые можно будет вернуть половину стоимости путевки, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Компенсацию будут начислять, если ребенок отдыхал с 10 мая по 20 сентября. Родители, которые приобрели путевки за поездки детей до 25 мая, могут с 15 июня через портал Госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы. Основная программа детского кэшбэка действует с 25 мая. Ознакомиться с ней можно на сайте мирпутешествий.рф. Она позволяет вернуть половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Правительство уже выделило на нее 5 миллиардов рублей. Всего потребуется около 12 миллиардов. В общей сложности возмещения смогут получить около 357 тысяч человек. Спортивный праздник, посвященный Дню России, пройдет 12 июня на стадионе ИКАР. Начало мероприятия в 11 часов. В программе выполнение нормативов ГТО, соревнований по мини-футболу, волейболу, гирям, баскетболу, шахматам и шашкам. В рамках соревнований «Атомный воркаут» с 12 часов начнется первый отборочный этап. Участники, все желающие от 16 лет, выполнят два вида упражнений – подтягивания и отжимания на брусьях. Также будет организована площадка «Игры во дворе» с возможностью поучаствовать в прыгалках, классиках и казаках-разбойниках. Солнце русской поэзии именно так называют одного из самых известных писателей – Александра Сергеевича Пушкина. В июне этого года вся страна празднует 222-летие со дня его рождения. В библиотеке «Мне Пушкина» эта дата также не осталась без внимания. Подробности далее. Кем были потомки Пушкина? Какими были его детства и юность? Кто был его первой любовью? На эти и другие вопросы в рамках литературно-музыкальной гостиной «С днем рождения Александра Сергеевича» ребятам ответили сотрудники детской библиотеки. Мы будем говорить о детстве Пушкина от рождения до периода поступления в лицей. Я думаю, что всем будет интересно узнать вот эти какие-то моменты, странички из его жизни. Встреча приурочена к 222-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Для посетителей подготовили интерактивную историческую программу по мотивам повести Елены Егоровой «Детство Александра Пушкина», в которой посетителям рассказали интересные и малоизвестные факты из жизни поэта. Это возможность для ребят выйти, вы знаете, за какие-то рамки школьной программы, потому что интересные факты, которые сегодня прозвучали из жизни Пушкина, они, возможно, не прочитают, а, скорее всего, не прочитают в учебниках. Вы знаете, некоторые факты мы сами для себя открывали впервые, и поэтому действительно такие встречи нужны. Особую атмосферу историям добавили стихи и музыкальные номера в исполнении воспитанников детской школы искусств. Дарью Крыловой заинтересовал необычный формат встречи. По мнению девушки, такие мероприятия дарят заряд положительных эмоций и надолго остаются в памяти. Александр Сергеевич Пушкин – великий поэт, писатель. Он нес огромный вклад в русский язык, в литературу. Потомки до сих пор читают его и помнят. Самое активное участие во встречу приняли постоянные читатели библиотеки. Ребята внимательно слушали рассказ организаторов и задавали им интересные вопросы, чтобы узнать для себя что-то новое. Узнал, что у Пушкина были родственники из Африки, что у Петра Первого был свой арабчонок, и что у этого арабчонка было 19 братьев. В этом году библиотекари готовят программы, приуроченные к памятной дате, и организуют встречи, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича. Подростки в современном кинематографе способны выступить не только как актеры. Они могут быть режиссерами, сценаристами, продюсерами. Это раскрыл 4-й международный кинофестиваль «Синема Кидс», в котором приняли участие дети от 10 до 17 лет. В этом году на конкурс пришло более 450 фильмов из разных краев и областей России и из других стран – Белоруссии, Эстонии, Египта, Франции. Свою работу прислали и воспитанники детской школы искусства номер 2. У каждого есть ангел-хранитель. Мы оберегаем людей, подсказывая им лучший путь. Сюжет анимационного фильма «Хранитель маяка» основан на реальных событиях. У побережья Ладожского озера стоял маяк, рядом с которым в годы Великой Отечественной войны проходила дорога жизни. На маяки обычно бомбы не сбрасывали, а потому люди могли в нем укрыться от ужасов войны хотя бы на время. Главный герой мультика – ангел. Он охраняет маяк от войны. Критики было от зала меньше всего. Там в основном все комментировали члены жюри. И нашу анимацию очень похвалили. Критики в ее сторону практически не было. Несмотря на то, что члены жюри были довольно строгими. И наша анимация заняла первое место. Конкурсные работы на очном этапе оценивали режиссер канала «Дисней» Антон Михалев и белорусский режиссер Виталий Любецкий. Во время разбора мультфильма наставники дали ребятам много ценных советов и рекомендаций. Воспитанники медиастудии сами писали сценарий, делали раскадровку, рисовали героев и фоны, оживляли персонажей в компьютерной программе. На фестиваль ребята также отправили рождественский челлендж. В нем было две команды и ведущие. Ведущие объявляли задания, связанные с Рождеством. Например, пойти каледовать по школе нашей. Все ребята к этому очень здорово относились. Они веселились, им было интересно. Своим ведущим тоже было интересно. И формат челленджа, я думаю, мы его как-нибудь еще повторим, потому что это довольно занятный опыт. Опыт удалось повторить на очном этапе конкурса. Нужно было придумать челлендж на любую из четырех предложенных тем. Огурец, медведь, шар и свет. Ребята выбрали огурец, так как село Вятское, которое им очень понравилось, славится своим сортом огурцов. Задание огуречного челленджа было креативным. Исполнить на огурце мелодию барыня. Еще один приятный бонус конкурса – путешествия. Ребята побывали в Переславле-Залесском, в селе Вятском и в Ярославле, где проходил очный этап конкурса. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей, Саров, 24. В детском саду номер 16 появился новый игровой комплекс. Он получил название «Остров». Концепцию разрабатывали с учетом пожеланий воспитанников сада и их родителей. Что получилось в итоге, смотрите далее. В детском саду «Кораблик» появился настоящий волшебный остров. А волшебный он, потому что для каждого малыша разный. Главное – использовать фантазию. Принцессы смотрят на королевство из окон своей башни, а воины стоят на своих постах, зорко выслеживая передвижение своих противников, приближающихся к крепости. И это только первый модуль игрового комплекса, условно названный «Маяк». Есть у нас горка такая, где там такие линейки, как бревнышки, и можно по ним забираться, и можно скатываться. А еще у нас есть в кружках некоторые мягкие подушечки, где можно играть с помпончиками. Остров состоит из семи модулей – маяка, домика на дереве, трапа, круглые ниши, лестницы, нишечитальни и ландшафтной раковины. На нем есть три игровых уровня, чтобы каждый ребенок выбирал для себя комфортное место для игры. Правила поведения на острове малыши придумали сами, а также нарисовали и прикрепили их к острову. Если вы хотите забраться на этот остров, то нужно соблюдать правила. Нужно снимать обык, не облокачиваться на бортике, играть только двое, не сталкивать себя с горки. Ну, еще последнее правило я знаю – нужно играть дружно. Реализацию идеи начали с воркшопа. Воспитанникам детского сада предложили придумать и нарисовать, что они будут делать на собственном острове. Желания ребят легли в основу будущего острова. Расположен он в игровом пространстве «Опенспейс», что функционирует уже около года. Появился он благодаря победе детского сада в конкурсе сетевых проектов «Школы Росатома». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Воспитанники отделения прыжков на батуте спортивной школы «Икар» в этом учебном году блестяще выступили на соревнованиях различного уровня. Их копилка наград пополнилась кубками и медалями. Однако ребята не расслабляются. Совсем скоро они отправятся на первенство Нижегородской области. Как спортсмены готовятся к этим соревнованиям, расскажем далее. Прыжки на батуте – вид спорта, отличающийся своей красотой и зрелищностью. Несмотря на кажущуюся легкость, все элементы, которые выполняются в момент прыжка, требуют серьезной физической подготовки и сосредоточенности. По словам тренеров, прийти заниматься может каждый. Но для достижения результата нужны определенные физические и личные качества. Обычно у нас приходят с 4-5 лет. И какие у нас критерии еще? Ну, это как физическая подготовка, гибкость, силовые, потом скоростные качества. Ну и самое главное – вестибулярный аппарат, чтобы дети не забитые были, посмелее. Тамара Давыдова признается, что о секции узнала от друга в детском саду. Придя на первое занятие, она поняла, что это ее спорт и осталось заниматься. Несмотря на годы упорных тренировок и множество побед в различных соревнованиях, девушка считает, что нет предела совершенству и всегда можно стать лучше. Я с каждым годом усложняю элементы. То, что я прыгала тогда, было достаточно трудно, но я справилась с этим. Максиму Синицкому всего 10 лет, но он уже добился успехов на спортивной арене. Заниматься мальчик пришел 5 лет назад по наставлению родителей и с тех пор не пропустил ни одной тренировки. В будущем он планирует выучить более сложные элементы, чтобы получить звание мастера спорта. Мне дается легко, когда я элементы уже выучу. А вот когда я новые учу, то сложно меня выполнять. Сейчас Максим вместе с другими ребятами готовится к первенству области, которая пройдет в Нижнем Новгороде 13 июня. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова